Бытовой и строительный мусор, старая одежда и обувь, уже давно изжившая себя мебель, игрушки и прочий хлам. Вот уже полгода валяются возле жилых балков на поисковой. Когда-то здесь был короб, рассказывают жители. Теперь его нет, и мусор выбрасывать приходится прямо во дворе, на место, откуда последний раз его вывозили в прошлом году. Ситуация эта повторяется из года в год, причем типична она для многих городских дворов. Почему, выясняла Татьяна Швец. Ваня, покажи, где мусор, где много мусора. Даже двух годовал и Иван знают, где во дворе гулять опасно. Кроме неприятного запаха и гниющих бытовых отходов, здесь можно увидеть и крыс. Причем эта жирность уже давно хозяйничает не только на помойке, но и в жилых балках на поисковой. Платим налоги, платим квартплату за хорошую капиталку берут с нас. Мусор, значит, кинулись к кому обращаться, обратились в администрацию. Нам ответили, мы никому не относимся, заключайте договора. А с кем заключать договора, мы не знаем. То есть, ни ответа конкретного нам не дают, не подсказывают, куда нам обратиться, что нам делать. Это даже, вы понимаете, мы живем с крысами. Крысы у нас в виде бела дня ходят через дорогу на помойку питаться. Последний раз мусор еще зимой. Отсюда убирали рабочие общества с ограниченной ответственностью «Автомик плюс». Сегодня, как нам пояснил по телефону директор этого предприятия Александр Шмагин, они этим не занимаются. А все потому, что город перестал субсидировать вывоз мусора из коробов. На этот год мы один квартал бесплатно отработали, но нами, управление ЖКХ и транспорта администрации города Наги, так и договор не заключило. И мы их уведомили, и с 1 апреля мы этим не занимаемся. 1 апреля мы уведомили расчетный касса «Центр» за эти услуги, ни с кого, никаких денег не брать. У нас есть письма, и никому не начисляют уже два месяца. Однако, уверяют на жильцы, за вывоз мусора они продолжают платить. Эта сумма включена в строку в стоке холодной воды. Квартплату по-прежнему нам берут, считают у нас за оборку мусора. Все вместе нам считают. Вот идет у нас по квитанциям сток холодной воды. Я ходила, чтобы мне пояснили, что туда входит, мне ответили. Уборка помойки, она сюда входит в отток холодной воды. Как видите, платим хорошо. У нас человека получается 400 с лишним рублей. С человека мы платим за вот эту радость. Как видите, какой результат. В доме невозможно открыть окна даже зимой, а летом мы здесь вовсе задохнемся. Доситует соседка Елена Наталья Кускова. Впереди предстоит большая работа – борьба с мухами, крысами и удушливым запахом. А больше выбросить его некуда? Некуда. То есть рядом ничего? Нет. Либо вон туда в двухташкам нести, а у них тоже постоянно переполнены. Они идут в магазин, в империал к нам, выбрасывают все сюда. Из тех домов, с малосемеек, все к нам сюда, потому что все везде переполнено. Как быть людям в этой ситуации? Куда обращаться и что делать? Эти вопросы мы задали в Управлении жилищно-коммунального хозяйства. А вот только специалисты ситуацию комментировать отказались. Сказав ли, что жителям поискового необходимо заключить договор на вывоз мусора с одним из городских предприятий. Чей кошелек наполняет деньги и строки стоки холодной воды так и осталось загадкой. Пока. Люди надеются, что теперь разгадать ее поможет представитель губернатора Виктор Щепкин. Елена вместе с маленьким сыном уже записались к нему на личный прием. Татьяна Швец, Григорий Волков, программа «Время местное».